Спасибо большое. Поздравляли тогда, смотря только в объектив камеры, сейчас мы можем видеть ваши лица. Я только одно понимаю, что нужно было нам поздравлять вас с тем, чтобы вас потом молитвенный дом имел возможность как-то расширяться, потому что я вижу, что он уже маловат для вашей общины. Поэтому я так понимаю, что еще у вас впереди много новых свершений, потому что нужно будет, наверное, открывать новые молитвенные дома и создавать новые общины. Мне очень приятно быть сегодня с моей супругой здесь. Я очень благодарен семье Кузьминых за то, что мы можем остановиться у них. Это очень гостеприимная семья, и мы благодарны, Сергей Анатольевич, за ваше приглашение. Мы благодарны каждому из вас за ваши молитвы, за вашу поддержку, и Господь действительно совершает чудное и великое. Сегодня, когда мы говорили в классе субботней школы, мы говорили, о каким является действие Духа Святого, как оно выражается. И мы все говорили о том, что оно выражается в том, когда происходит то, что нам людям просто неподвластно, что невозможно нам людям сделать, и это совершает Дух Святой. О таком служении я могу сказать, о служении Духа Святого могу сказать и в контексте медиа служения в Украине. Сергей Анатольевич знает, когда-то в 2008 году, когда начиналось только это служение в Украине, было около пяти человек. И тогда стоял вопрос о том, каким должно быть дальнейшее развитие этого служения. Сегодня я могу сказать, наше видение было очень маленьким, оно очень было узким, оно было ограничено тем пониманиями, той небольшой верой, которая у нас была. Но Господь сделал намного большее. И сегодня Господь благословил тем, что телеканал «Надия» стал самым популярным христианским каналом в Украине. И это то, за что нам нужно благодарить Господа. Это чудо от Господа. Очень многие чудеса, которые происходят сегодня благодаря медиа служению, они вдохновляют и показывают, что Господь есть Бог-ревнитель. Хочу вам сказать, дорогие мои, что самое великое, что произошло в нашем служении, оно произошло не по нашей инициативе, не благодаря нашим идеям, не благодаря нашему видению, а благодаря тому, что Господь что-то сделал, чему мы сказали «Слава Господу». Но Господь не дал нам даже возможности каким-то образом, чтобы кто-то мог сказать, что мы это инициировали или мы это придумали. Так действует Господь. Так действует Дух Святой. Он есть Бог-ревнитель, и Он делает великие дела. Наше же дело быть инструментами в Его руках, созерцать то великое, что Он делает в жизни каждого из нас. И сегодня мне радостно говорить о том, что благодаря этому служению, благодаря тому влиянию, которое имеет медиагруппа в Украине, когда организовывался проект празднования 500-летия реформации, медиагруппа «Надея» была приглашена в этот проект для того, чтобы возглавить все медиаслужения всех протестантских евангельских церквей в Украине в рамках празднования 500-летия реформации, для координации этой деятельности, для того, чтобы можно было создать наилучшее информационное медийное поле и информационное пространство для освещения деятельности протестантских церквей, а также исторического факта 500-летия реформации. Я хотел бы оставить вам в общине журнал, одну из копий журнала, которое было выпущено издательством «Джерело життя» в рамках медиакомитета. И что удивительно, это издание было полностью создано при участии других представителей церквей, но полностью под редакцией издательства «Джерело життя» и нашего медиакомитета. И сейчас его распространяют все евангельские протестантские церкви Украины. Уже третье издание скоро будет, и уже было выпущено около 60, нет, это уже не 60, это уже 80 тысяч тираж, и сейчас будет еще несколько десятков тысяч, и это распространяется информация по всей Украине. Этот журнал мы создали для того, чтобы его положить на стол депутатам Верховной Рады, для того, чтобы дать это мэрам городов, для того, чтобы дать бизнесменам, для того, чтобы они знали, кто такие протестантские церкви Украины, историю и их служение. Кроме этого, медиагруппа создает сейчас фильм, и в рамках этого фильма уже съемки провели в Швейцарии, в Германии, в Голландии, и этот фильм будет транслироваться на некоторых национальных каналах, и другие многие проекты, которые сейчас осуществляются в рамках празднования 500 лет Реформации. И вы знаете, это огромное благословение, когда президент страны в тот год, когда некоторые другие соседние страны отмечают 100-летие революции, в нашей стране отмечается 500-летие Реформации. И это большое благословение. Потому что это дает возможность показать сегодня нашему обществу, что то процветание и развитие, которое было на Западе, и, соответственно, потом и на этой территории, где сегодня вы живете, оно было благодаря тому, что было сначала изменение, трансформация сердца. Реформация сердца, она привела к реформации общества. И сегодня, когда общество уходит от этих ценностей реформации, оно снова начинает терять то все, что было приобретено благодаря влиянию Слова Божья, благодаря влиянию Господа на людей. И вот в рамках этой деятельности нас пригласили некоторые сенаторы для того, чтобы посетить молитвенный завтрак, национальный молитвенный завтрак с участием президента Соединенных Штатов. И на этой неделе у нас была эта удивительная возможность, когда мы встречались в Вашингтоне с многими сенаторами и многими конгрессменами, которые открыто свидетельствуют о своей вере в Иисуса. Мне было приятно узнать, друзья, что в Вашей стране на высоком уровне есть малые группы. Есть малая группа в Сенате, есть малые группы в Конгрессе, где конгрессмены и сенаторы по вторникам в 6.30 утра собираются для того, чтобы один час молиться и изучать Священное Писание. И это очень приятно, потому что такие люди, они имеют позитивное влияние на общество. И все начиналось, этот огромный молитвенный завтрак, который произошел на этой неделе, собрал 3,5 тысячи человек. 144 из страны были представлены на этом молитвенном завтраке. А все начиналось с малой группы. С малой группы некоторых конгрессменов, которые сказали, мы хотим молиться, хотим молиться вместе. И это количество малых групп разрасталось, разрасталось, и оно сейчас не только распространилось по всем штатам, а и во всем мире. И в прошлом году впервые на национальном молитвенном завтраке Украины присутствовал президент страны, присутствовал премьер-министр, другие представители и власти, и бизнеса. И это то место, где, как говорили эти сенаторы и конгрессмены, это то место, где республиканцы и демократы могут стоять рядом друг с другом и не ругаться, а вместе молиться. И это очень хорошо, когда есть такие возможности, потому что очень многое теряется и в нашей стране, благодаря тому, что нет общения, нет смирения, нет молитвы, нет смирения себя перед Богом и нормальных отношений друг с другом. Поэтому я хотел бы сегодня призвать всех тех, которые хотят что-то поменять, молодых людей, которые хотят что-то изменить, друзья, молитесь. И как сказал один из очень серьезных людей, который был личным советником президента Никсона, и был потом заместителем главы Банк оф Америка. И он был очень известным человеком, который был советником при многих президентах. Он на этой неделе сказал, когда его спросили, скажите, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы можно было осуществить какие-то перемены в нашей стране? Что сделать для этого? Нас мало. Их много. Что делать? Что делать, когда есть сопротивление? Вы знаете, меня поразил его ответ. Он говорит, не посчитайте меня банальным, но я вам рекомендую читать Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И он потом коротко объяснил, почему. Он говорит, потому что все строится на самом деле. С пониманием смирения перед Богом. Понимание того, что иногда мы хотим достичь не успеха, а хотим себя иногда возвеличить, и это ломает все. А вот Евангелие, оно приводит нас к смирению, оно нас приводит к пониманию Божьего проведения, Божьего плана и Божьих намерений. Я хотел бы посоветовать всем молодым людям, которые сегодня здесь присутствуют. Я знаю, что молодежь хочет что-то менять, хочет что-то делать лучшим. Так вот, друзья мои, кроме лидерской литературы по лидерству и менеджменту, я хочу тоже посоветовать, читайте Евангелие Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И это то, что изменит нашу жизнь, изменит жизнь вокруг нас. Сегодня я хотел бы поделиться вместе с вами одной темой, которая лично для меня является большим переживанием. Кризис идентичности. Кто мы? Это очень серьезный вопрос, который сегодня является ключевым на самом деле в жизни отдельных людей, отдельных адвентистов седьмого дня и церкви в целом. Кто мы? Несколько дней назад, 26 января, средства массовой информации освещали интересные события. Стрелки часов судного дня были переведены вперед и на сегодняшний день они показывают две с половиной минуты до полуночи. Вы слышали о таких часах судного дня? Для меня, как для адвентиста, когда я услышал о таких часах, что они на самом деле существуют, я вспомнил, как часто мы, проповедуя о втором пришествии Христа, если вы помните, изображали такие часы, которые показывают без пяти минут двенадцать, и мы говорили, друзья, Христос скоро придет. Все события, все знамения, все то, что происходит вокруг нас, оно свидетельствует о том, что скоро должен прийти Христос. И вот, когда я прочитал эту новость, я был удивлен, оказывается, такие часы есть, только они показывают не без пяти минут, но показывают без двух с половиной минут. И буквально недавно, 26 января, на две минуты были переведены эти стрелки ближе к полуночи. Что же это за часы? Кстати, эти часы, две минуты эти, были переведены в связи с некоторыми заявлениями Трампа. Часы судного дня, они были созданы как проект ученых-ядерщиков в 1947 году. Тогда, когда мир увидел впервые ужасающие разрушительные действия ядерного оружия, было понятно, стало понятным, что мир в любой момент может прекратить свое существование, если ядерное оружие выйдет из-под контроля. И тогда ядерные ученые или ученые-ядерщики, они создали, совместно с другими журналистами, они создали такой проект часы судного дня. Что интересно, они выставили определенное время, исходя из своих параметров или из своих информаций, которые они владели, но в разные времена эти часы или эти стрелки, они то отходили от полуночи, то снова приближались. Тогда, когда был подписан договор между Соединенными Штатами и Советским Союзом о нераспространении ядерного оружия, тогда стрелка отодвинулась далеко назад, когда потом снова обострилась ситуация, помните, с Карибским кризисом снова, она очень приблизилась вперед, потом, когда Советский Союз рухнул, эта стрелка еще назад отошла, и вот два года назад на две минуты передвинулись стрелки часов вперед и несколько дней назад снова. Но, вы знаете, друзья мои, так же, как эти стрелки условных этих часов передвигались то вперед, то назад, что-то происходило и с нами, как церковью, ожидающей второго пришествия Христа. Ведь были времена, когда не нужно было призывать жертвовать средства на дело Божье, а люди сами продавали свои дома и свое имущество, не так ли? И отдавали все до последней копейки для проповеди Евангелия. Были времена, когда во время Второй мировой войны наши дедушки и бабушки помнят это. Ожидание близости второго пришествия Христа было настолько очевидным, что это влияло даже на их планы строительства. Может быть, кто-то из вас еще помнит это. Это влияло на планы о том, чтобы родить детей. Это влияло на планы в отношении учебы. Я помню, как это также в детстве моем оно отразилось на многие-многие факторы нашей жизни, потому что шла речь о том, что Христос вот уже скоро, совсем скоро, Он вот уже должен прийти. Ну, друзья, давайте будем честными. Не переживаем ли мы в какой-то мере кризис, идентичность? Потому что мы говорим о том, что Христос вот-вот должен прийти. Вот Он уже давно должен был прийти. Мы более 170 лет уже об этом говорим, но Его нет. И мы начинаем снова строить дома, снова начинаем делать большие планы, мы снова начинаем мыслить широко и далеко. Кажется, угроза судного дня она отошла. Кажется, часы, которые указывали когда-то у нас без пяти минут полночь, они отодвинулись далеко-далеко назад. Где же мы на самом деле? Каким образом мы можем сегодня воспитывать наших детей в духе ожидания второго пришествия Христа? Как сегодня наша молодежь может ожидать второго пришествия Христа и как они могут увидеть близость исполнения пророчеств? Как нам самим себе сказать о том и убедить себя в том, что близость Его настолько очевидна, что нам нужно может быть по-другому планировать свою жизнь и свои планы? Что происходит с нашей идентичностью? Однажды, когда ночью я не мог заснуть, я читая свой ежедневный план, по ежедневному плану читая Библию, прочитал из книги Бытие 23 главу. Это было далеко за полночь. Я молился, чтобы Господь дал мне понимание того, что же эта глава хочет сказать. Ведь вся эта 23 глава посвящена казалось бы эпизоду из жизни Авраама, который можно было бы описать двумя-тремя текстами. Сара умерла, Авраам купил крабницу, Авраам похоронил Сару. Но мы видим целую главу, мы видим целую главу, которая описывает это событие. Почему автор Священного Писания под влиянием Духа Святого оказывает или уделяет такое огромное влияние этой истории? Хотел бы вместе с вами сегодня познакомиться ближе с этой историей. Потому что эта история в какой-то мере отображает то состояние, в котором можем находиться сегодня мы. переживая кризис идентичности. Итак, в 12-й главе книги Бытие мы находим удивительное призвание Авраама. Авраам, который жил в цивилизации, где было все, где были многоэтажные дома, как говорят археологи и историки, где было даже водоснабжение и канализация, где было наилучшие условия того времени. он получает от Господа призыв и покидает это место. Друзья мои, у нас сегодня самые лучшие места на земле ассоциируются с теми местами, где мы сегодня с вами пребываем. Аврааму Господь обратился и сказал, Авраам, оставь, пожалуйста, штат Вашингтон, там, где самые лучшие и хорошие и комфортные условия для жизни и пойди-ка далеко. Как вы думаете, с какими надеждами шел Авраам в ту другую страну? Я встречал людей на этой неделе, которые впервые приехали в Соединенные Штаты, они были в нашей делегации. Кстати, это не была делегация политиков, как некоторые средства массовой информации говорят, политики себе отдельно были, мы ничего с ними общего не имели, но тем не менее, были некоторые люди, которые приехали вместе с нами впервые. Я их спрашиваю, ну как ваши впечатления? Они говорят, ну знаете, я когда ехал сюда, я себе представлял еще чего-то, еще что-то большее, я попытался объяснить, что нужно побывать еще на Западе Америки, нужно вернуться вообще-то еще раз в Украину, для того, чтобы лучше оценить, что здесь, потом еще раз приехать, и второй раз, когда уже вернешься в Украину, тогда ты точно поймешь, что такое Америка, что такое Украина. И вот когда Авраам отправлялся в эту новую страну, которую сам Бог его направлял, он точно знал, что его Бог туда направляет, потому что я встречал таких людей, которых я спрашивал, говорю, друг мой, скажи, пожалуйста, а как ты оказался в Соединенных Штатах Америки? Он говорит, знаешь, я пережил опыт с Богом, я пошел в консульство американское, подал документы и молился, и сказал, если это от Господа, значит мне туда дадут вход, я поеду туда. Я говорю, ты хороший опыт пережил с Богом, а ты пережил, ты попробовал то же самое сделать с консульством Мозамбик, какой-то там может быть Уганды и еще какого-то Папуа Новой Гвинеи, пробовал, может быть, и там бы получилось что-то аналогичное. Тем не менее, Бог точно Авраама повел, в этом он не сомневался. И вот, когда он пошел в эту новую страну, оказывается, там не все так было хорошо. Потому что, когда он только пришел и начал там свои шатры размещать и немножко осваиваться, вдруг через какое-то время происходит что? Голод. И он из-за этого голода куда, как вы думаете, идет? Ну, в принципе, можно было бы сказать, знаете, что собираем наши вещи, чемоданы, и пошли обратно, там точно все нормально. Но Авраам знал, его послал сюда Господь. Если здесь голод даже происходит, обратно я не иду. Я пойду еще дальше туда, я пойду в Египет, но обратно я не пойду. Тем не менее, в Египте, помните, у него там не очень хорошие истории произошли. С Сарой, с его неверием. Интересные истории, которые тоже можно задать вопрос, а почему это вообще произошло? И, знаете, тут нужно подумать о том, не является ли та трагедия, которая произошла, а это в какой-то мере трагическая история с Сарой в Египте, не просто истории красивой женщины и трусливого мужчины. Это вопрос в том, не было ли это элементом его кризиса интентичности. Господи, ты привел меня в эту землю, а тут даже жить невозможно, голод, он пошел в Египет, и там, в принципе, ему было хорошо. Помните, да, история? Ему было хорошо. Сара пошла, ему было хорошо. Бог, конечно, его избавил из этой ситуации, именно Бог вмешался, избавил из этой ситуации. Потом следующая история, когда Господь уже призывает его и говорит, Авраам, я тебе дам все, я тебе дам эту землю. И когда Авраам услышал однажды этот призыв, потом в 13 главе мы читаем вместе с вами снова 14 по 18 текст. Здесь мы читаем, что после того, как Лот ушел, Господь сказал Аврааму, окинь взором все вокруг, посмотри на север и на юг, на восток и на запад, всю землю, которую ты видишь, я отдам навеки тебе и потомкам твоим, потомство твое сделаю неисчислимым, как песок, не исчезть никому твоих потомков, так как не исчезть песок на земле, и так ходи по земле сей, пойди ее вдоль и поперек, ибо я тебе ее отдаю. Ходи по земле вдоль и поперек, потому что я тебе ее отдаю. Запомните эти слова. Снявшись с места, Авраам продолжил свой путь. Пошел, ходить вдоль и поперек по земле. Потом проходит еще какое-то время, Бог снова говорит, Авраам, Авраам, ты знаешь, не бойся, не бойся, я твой щит, 15 глава, и я вознагражу тебя щедро. Авраам уже не выдерживает и начинает говорить, Господи, что ты можешь мне дать, если у меня нет сына? Ты мне обещаешь, обещаешь, ты мне говоришь, ходи тут вдоль и поперек по этой земле, но у меня сына нету. Авраам начинает переживать этот кризис из идентичности. Потом Бог устанавливает завет с Авраамом. Написано, что это был особенный завет, который выражался в внешнем та же символе, в обрезании. И вот Авраам, он начинает копать колодцы, он переходит с одного места в другое, Бог его испытывает снова или посылает эти, или допускает эти испытания, но вот наступает 23 глава. И мы читаем следующее. Сара прожила 127 лет и умерла она. Умерла она в Кириат-Арбе, именуемой теперь Хеврон, в земле Хананской. И Авраам пошел и горевал о Саре и оплакивал ее, а затем поднявшись и оставив усопшую Авраам, повел разговор с хетами. Дорогие мои, хочу попросить вас обратить внимание на эти тексты. В Библии нет лишних слов, нет лишней детализации. Авторы Библии, движимые Духом Святым, уделили внимание каждому отдельному слову. И посмотрите, как здесь подчеркивается то положение, в котором оказался Авраам. Первое, она умерла. Кстати, ни об одной женщине в Библии больше не написано, сколько лет она прожила. Только о Саре, что она прожила 127 лет. И вот она умирает в Кириат-Арбе. Автор подчеркивает именно это название, которое было в те времена. Позже это называлось около Хеврона. Но при этом подчеркивается в земле Ханаанской. Не в земле, которая принадлежала Аврааму. Она все еще не принадлежала Аврааму. Она все еще только в обещаниях Бога была Авраамовой. Он ходил по ней вдоль и поперек, но она была землей Хананейской. И после этого Авраам, он пошел и горевала Саре. Друзья мои, вы видели когда-нибудь мужчин, старших мужчин, которые плачут о своих усопших женах. Это, наверное, одно из самых душераздирающих зрелищ. Это невозможно смотреть, не ощутив сжимающегося сердца. Он рыдает над своей женой. Он плачет над ней. Плакивал ее, а затем он поднимается и он осознает. А хоронить то ее негде. Где похоронить ее? Ходить то можно еще по земле Хананской. Вдоль и поперек, а похоронить то где? И вот он встает и ко всему трагизму, который был в его жизни, потому что это та женщина, с которой он прожил всю свою жизнь. И наверное Авраам когда выходил из той земли где он жил, наверное он мечтал и думал о том, что может быть с своей супругой они когда-то увидят лучшую жизнь, которую Господь их призвал. Но вот супруга уже ушла, ее нету. Он остался один. Авраам встает и он понимает, есть еще одна проблема, которую нужно решить. Нужно идти решать вопросы того, чтобы приобрести какое-то имение, где можно было похоронить Сару. И вот что интересно, что после этого Авраам пошел к Хетам и он вступил с ними в разговор. И он говорит, среди вас я всего лишь пришлый и на время поселившийся здесь человек. Дорогие мои, скажите, как это было говорить человеку, который знал, что ему Господь сказал, приди в эту землю, я тебе ее даю. А что он говорит этим хозяевам этой земли? Он говорит, я здесь только пришелец, и я только здесь временно поселившись, поселившись на время. Дайте мне возможность приобрести у вас собственность, собственность, место для погребления, чтобы мне было где похоронить умершую свою. Дорогие мои, не было ли это временем, когда может быть Авраам мог вызвать Бога и сказать, Господи, ты мне обещал всю-всю эту землю, так дай мне, пожалуйста, хотя бы два квадратных метра, чтобы у меня было, где я мог бы похоронить мою умершую Сару. Но и этого не было. И ему нужно было покупать эту землю. Что интересно, если посмотреть в языке оригинала, здесь во всем этом разговоре ни разу не упоминается слово купить или продать. Используются только те слова, которые тогда использовались в бизнес-языке. Дать и говорить. И он, написано, что встал, и он говорил. И хеты ему ответили, ты знаешь, ты среди нас, ты среди нас как князь с милостью Божьей. Лучший из нас, лучший из нас гробницы для Бога, лучший из наших гробниц похоронить свою умершую. Но Авраам очень четко проводит эту линию разделения. И он говорит, поднялся Авраам, низко поклонившись жителям земли той хетам, сказал, если вы согласны помочь мне с погребением умершей моей, замолвите за меня слово Ефрону, сыну Цахарову, чтобы он уступил мне принадлежащую ему пещеру Махпела, что на краю его поля, пусть он приваст, продаст мне ее за полную цену, дабы у меня была своя родовая усыпальница. И это вопрос не в родовой усыпальнице, а вопрос в том, что на самом деле тогда землю своих отцов никто не отдавал, земля имела культовое значение, и это была большая проблема для Авраама, как теперь взять землю, которой каждый считал, что это земля его отцов, прародителей, они никогда ее не дадут. И вот Авраам переживает этот позор перед язычниками, написано, он преклонился перед ними, перед сынами хетовыми, это все происходило у ворот города, это того времени бизнес-центр, и там, где все люди присутствовали и видели это. Что интересно, он умоляет и в унижении просит, замолвите за меня слово Ефрону, хотя позже мы читаем, что Ефрон был там среди них. Сам Ефрон, хет, сидел тогда вместе с другими хетами, десятый текст, у городских ворот, и перед всеми, кто был там, и отвечал Авраам, нет, господин мой, послушай меня, я отдаю тебе поле и вместе с ним отдаю тебе пещеру, которая на нем, здесь в присутствии соплеменников моих отдаю тебе ее, иди, хорони усопшую свою. Авраам опять низко преклонился жителям той земли и сказал Ефрону перед всеми собравшимися, и все же, если бы только ты послушал меня, я уплачу тебе за поле столько, сколько оно стоит, получи с меня положенное, и я похороню там умершую мою. Эта история показывает то состояние, которое Авраам пережил. И авторы Священного Писания уделили большое значение этому событию, расписав его в деталях для того, чтобы показать, какое положение было их про отца Авраама, которому Бог пообещал эту землю. Тогда, когда он был в этой кризисной ситуации, он был практически никем на той земле. Но в Аврааме что-то было, что помогло ему пережить этот кризис. Что-то было у Авраама тогда, когда он был в этом состоянии, как будто не исполнившийся Божьих пророчеств. Что же это было, что помогло Аврааму? Друзья мои, позже, когда мы смотрим, удивительно происходит развитие этой истории. Происходит вот что в 24 главе. Когда Сара умерла, снова подчеркивается это, Авраам был уже человеком старым, и он прожил долгую жизнь, и вот он позвал своего раба и говорит, прошу тебя, положи руку свою под бедро мое, и поклянись мне Господом, Богом небес, и Богом земли, что ты не допустишь того, чтобы сын мой женился на одной из местных девиц хананьянок, а пойдешь в мою страну, к моим родственникам, и оттуда возьмешь жену моему сыну Исааку. Авраам другими словами говорил, я живу на этой земле, я хожу вдоль и поперек, я, может быть, не имею сейчас даже где похоронить свою жену, я покупаю за деньги кусок земли, первый клочок земли, который Бог обещал Аврааму, он его купил. Но вместе с тем, сыну моему, жену из этих народов не бери. Почему? Потому что сейчас они здесь правят, сейчас это их собственность, сейчас мы им отсчитываем серебро, 43 килограмма серебра он заплатил за эту землю, сейчас мы им отвешиваем серебро, но придет время, и это будет наша земля, потому что так говорил Господь. Этот раб, будучи человеком более, скажем так, рационально мыслящим, говорит Аврааму, Авраам, послушай, а может быть давай лучше, давай лучше может быть эту всю эпопею твою мягко свернем, ну, пришел ты сюда, ну, попробовал, ну, не получилось у тебя, ну, может быть что-то ты там не понял так, может тебе показалось, что это Господь такое сказал тебе, давай, может быть, пусть бы я пошел и сына твоего обратно верну в твою землю. Я позабочусь об этом. Что говорит ему Авраам? Ни в коем случае, ни в коем случае, 6 текст, 24 главы, ответил Авраам, не возвращай моего сына туда. И я спрашиваю, Господи, а что же помогло Аврааму пережить все эти кризисные ситуации и быть уверенным в том, что он не должен не входить в это общество и породниться с ним, но и туда не возвращаться. Вы понимаете, дорогие мои, какие решения он принимал? Это решение жизни. Это решение, где жить, где быть, какой дом строить, где его не строить. Это те решения, которые мы с вами принимаем каждый день. Это те решения, которые связаны с тем, что вы сегодня здесь, а не в Бердичеве, например. Понимаете, да, это жизненные решения. Но Авраам принимал эти решения, но все равно продолжал иметь твердую уверенность в том, имеет твердую уверенность в том, что Господь исполнит свое обетование. Что же помогло Аврааму? Аврааму в первую очередь помогли опыты с Богом, который он пережил до тех пор. Поэтому, друзья мои, если мы хотим пережить кризис идентичности, в первую очередь давайте будем помнить те опыты, которыми Господь провел нас до сих пор. Эти опыты, они нам свидетельствуют о том, что Бог верит своему Слову, и он выполнит это Слово. Второе, Аврааму помогло пророческое Слово. Помните, когда Господь сказал Аврааму, Авраам, пройдут сотни лет, более 400 лет, прежде чем твои потомки поселятся на этой земле. Авраам уже был в Ханане, кстати, и это было одно из пророчеств, которое сказал ему Господь. Твои потомки, они будут угнетаемы в другой земле, но потом они вернутся и поселятся на этой земле. И Авраам имел полную уверенность в том, что это пророческое Слово исполнится. Сегодня мы вместе с вами также имеем пророческое Слово. Мы имеем пророческое Слово, которое 380 раз в Священном Писании намного больше, чем все другое, о чем говорит нам Священное Писание, говорит о том, что придет Иисус снова. Он снова придет для того, чтобы изменить все в этом мире, для того, чтобы возвратить нас на истинную Родину, в наш родной небесный дом. И хотя сегодня мы должны и правильно делаем, когда мы принимаем решение для того, чтобы жить там, где мы можем жить, там, где мы можем развиваться, где мы можем содержать свои семьи, где мы можем строить дома и иметь свободу. Но, дорогие мои, я сегодня хочу призвать каждого из вас, давайте будем помнить, при всем том, что мы живем, может быть, ожидая разрушения цивилизации, но пользуемся благами цивилизации, мы ожидаем того, что придет конец всему, но сегодня ищем начало чему-то, давайте не будем забывать, при этом всем, что нас ждет славное утро пришествия Господа Иисуса Христа. И хотя мы на разных можем быть частях земли, хотя мы принимаем разные вызовы нашей жизни, очень важно при этом всем не забывать самого главного, Господь Иисус, Он все равно придет. И хотя Аврааму тогда было очень сложно, казалось, Божьи пророчества как будто еще не исполняются, и Он сам должен решать проблемы своей жизни, тем не менее Он сохранил верность Господу и продолжил путь веры, который выразился и в Его решениях в отношении Его Сына и проложения рода Его. Библия говорит нам о том, что те пророчества, которые уже исполнились, они дают нам уверенность в том, что исполнится и пророчество будущего. Но самый главный вопрос, друзья мои, заключается в том, а какие мои личные отношения с Господом? Где я нахожусь сегодня? Не является ли моя жизнь свидетельством тоже переживаемого кризиса идентичности? Живу ли я этой же надеждой? Является ли эта надежда тем, что меняет меня и тем, что влияет на мои поступки сегодня? Когда придет этот час встречи с Господом? я вспоминаю одну историю, которую я хотел бы сегодня завершить наши духовные размышления, о которой писал Федор Михайлович Достоевский. Дело в том, что в те времена иногда проводилась инсценировка казни над уже поломилованным осужденным, который об этом не знал и готовился к смерти. И такая психологическая травма, она рассматривалась как урок для человека. иногда это заканчивалась очень трагически для жизни некоторых людей. Так вот, один из таких известных случаев или один из случаев, когда такая инсценировка была над теми, кто был обречен к смерти, она была над петрашевцами в 1849 году. И к этой сцене в своих произведениях Федор Михайлович возвращается неоднократно. Он описывает эту сцену в одном из своих произведений под названием «Идиот». Он описывает в этом произведении эту сцену как бы рассказывая о другом как бы человеке, который пережил эти переживания. И вот это произошло тогда, когда на Семеновском плацу в 1849 году была очередная инсценировка казни, и в последний момент осужденным объявили о помиловании, назначив казнение в виде каторжных работ. Одним из самих приговоренных казни Григорьев даже сошел с ума от того, что он пережил, потому что они были уверены в том, что вот-вот их казнят. Ощущения, которые он испытал перед смертью, описал Достоевский в образе князя Мышкина, о котором я уже вспоминал. Во время пребывания в Тобольске на пути к месту каторги он встретился с женами сосланных декабристов. И эти женщины подарили ему Евангелие, которое писатель хранил всю жизнь. И вот о чем он говорит. Он говорит о том, что этот человек, собственно, описывая себя, был возведен вместе с другими на эшафот. И ему прочитан был приговор смертной казни в виде расстрела за политическое преступление. Минут через двадцать было прочитано и помилование, но в течение этого промежутка времени он пережил муки и страдания. И вот как он описывает это состояние. В шагах двадцати аэшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба. Так как преступников было несколько человек, троих первых подвели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм. Это были такие белые длинные балахоны, чтобы они не видели оружие. На глаза надели колпакин. И против каждого столба выстрелилась команда из нескольких человек. Солдат с оружием для того, чтобы привести исполнение приговора. И священник обошел уже со всех сторон с крестом и он говорит, выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. ему казалось, что эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего даже думать о последнем мгновении. Так что он еще даже распоряжения разные успел сделать. Он рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, которые были рядом. На это положил две минуты. Потом еще две минуты, чтобы подумать последний раз про себя. А потом, чтобы последний раз кругом поглядеть. и он хорошо очень помнил, что сделал именно эти три последних распоряжения в своей жизни. Он умирал 27 лет, здоровый, сильный, прощаясь с товарищами. он вспомнил, припомнил, что одному из них он задал довольно интересный вопрос и даже очень заинтересовался ответом, но времени уже не было слышать этот ответ. Потом, когда он попросил со своими товарищами, настали две минуты, которые он определил, чтобы подумать про себя. Все, что ему хотелось, это представить как можно ярче и скорее, что же это будет. Вот он сейчас есть, и вдруг его уже не будет. Он описывает, что невдалеке была церковь и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи от нее сверкавшие. Оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи это его новая природа, с которой через три минуты он с ними сольется. Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны, но он говорил, что ничего не было для него в это время тяжелее, чем беспрерывная мысль, «А что если бы не умереть? Что если бы воротить жизнь? Все это было бы мое? Все это время? Я бы тогда каждую минуту в целый век бы обратил и ничего бы не потерял, каждую минуту бы исчетом отсчитывал. Ничего бы уже даром не терял. И вот он пишет, что эта мысль у него наконец в такую злобу превратилась, что ему уже хотелось, чтобы поскорей его застрелили. В этом труде Достоевский описывает сцену, при которой после этого рассказа его спросили этого князя. Так как же вы потом жили жизнь? Ценили ли вы ее? прожили ли вы каждую минуту с отсчетом? С отсчетом, прошу прощения. И он сказал нет. К сожалению, я так дальше жизнь и не изменил. Друзья мои, сегодня Священное Писание дает нам убедительное свидетельство того, что Иисус Христос скоро придет. И этого времени на мировых часах истории осталось очень мало. И хотя ученые на своих часах судного дня, бывает, стрелки отводят назад, божьи часы, времени суда, они приближаются только вперед. И Господь сегодня своим проявлением призвал вас оказаться здесь, в этой стране, призывает быть Его свидетелями, быть светом в этом мире. может быть иногда кажется, что в мире так хорошо, что все нормально, и благополучие может быть хорошее и может быть на этой земле, и жизнь как будто только налаживается, и мечты может быть какие-то сбываются. И это хорошо, дорогие мои. Господь всегда радуется тогда, когда детям Его благополучно и благословенно. Но давайте не будем забывать, времени до Его скорого пришествия осталось очень мало. И пусть ничего нас не обольщает в этом мире, пусть ничего нас не отвлекает, пусть ничего нас не отводит наш взгляд от того Господа, который сказал, я скоро приду, я есть начало и конец. Пусть ничего не отводит наш взгляд от того, который сказал, я хочу, чтобы вы были в истинной родине со мной, там, где и я, потому что там есть обители для каждого из вас. Сегодня Господь также приближается к нашей земле, как когда мы иногда, может быть, ожидая в аэропорту можем видеть эти последние сигналы, которые говорят о том, что скоро отправление. Вы помните, может быть, эти сигналы? Сначала мы слышим призыв к регистрации. И это время, когда мы можем прийти, выдать свои документы, сказать, мы готовы к посадке. После этого мы слышим объявление «Gate is open» дверь открыта. И мы можем войти в эту дверь. Мы можем воспользоваться этим особенным, этой возможностью для того, чтобы попасть на самолет. Проходит какое-то время, и мы слышим «Дверь закрыта». «Gate is closed» или «boarding complete». Время посадки закончено. И после этого капитан корабля он объявляет «Мы отправляемся». Скоро придет то время, когда мы услышим славный голос Иисуса. Мы сможем направиться к Нему навстречу. Но сегодня еще есть это короткое время, когда время, когда дверь открыта. «Gate is open». Мы можем пойти на регистрацию, мы можем пройти в этот самолет и готовиться отправиться. Пусть Господь поможет нам не забывать этой славной надежды, жить в ожидании, независимо от того, где бы мы ни были, и помнить о том, что Он скоро придет на нашу землю, мы будем в радости праздновать новую нашу Родину, пребывая с Ним навеки и навсегда. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...